Народный штаб по разъяснению вопросов строительства АЭС продолжает работу в регионах. К слову, информирование граждан проходит по всей республике. На улицах активисты развешивают информационные материалы, а также призывают жителей проявить активность при голосовании. Во всех регионах страны, районах и сельской местности полным ходом идут информационно-разъяснительные работы. Активисты народного штаба проводят встречи с населением, где любой желающий сможет задать интересующие их вопросы. Кроме того, наряду со встречами народный штаб за строительство АЭС запустил различные акции, такие как «От двери к двери». Наши активисты будут вести работу вплоть до дня голосования, до дня тишины. Эта работа ведется во всех 20 областях, городах, в селах, в районах. То есть мы планируем дойти до каждого жителя и довести эту информацию. В целом, именно в народный штаб вошли все партии в нашей стране, несколько организаций. Поэтому и молодежь этих организаций будет вести совместную работу. Тем временем в Алматы до республиканского референдума по городу разъяснительные плакаты будут развешаны более чем на 500 стендах. Подготовка к референдуму, конечно, идет полным ходом. И мы, как инициативная молодежь, по собственной инициативе, присоединились к народному штабу. Знаете, я помню те времена, когда я был маленький и жил в поселке. Я помню, как часто отключали свет. И вот это вечернее время, которое было без света, это было очень тяжело. И сейчас предвидится в дальнейшем дефицит опять электроэнергии. И в связи с этим, не хотелось бы возвращаться к этим временам. Знаете, мы тоже, как общественные деятели, изучали данный вопрос. И плюсов однозначно намного больше. Это, во-первых, развитие экономики. Во-вторых, это улучшение нашей экологии. В-третьих, это рабочие места. В Шымкенте работы по разъяснению тоже продолжаются. К слову, в мегаполисе для этого привлечены более 200 молодых людей. Жители мегаполиса информируем всесторонние. Мы планируем повесить около 150 тысяч плакатов. Параллельно развешиваем информационные материалы возле магазинов и зданий. Также началась акция «От двери к двери», где мы жителям рассказываем о важности строительства атомной электростанции. Работы идут полным ходом совместно с активистами молодежного крыла Жастар-Руха. Напомню, республиканский референдум по строительству атомной электростанции состоится 6 октября. Разъяснительная работа продлится до Дня тишины. Точнее, до 5 октября. Дана Ермак, Алмаш Жулубаев, Астана, Таймс.